Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал экзеген пришел следующий психосоматический вопрос. Почему тело так реагирует на прочтение молитв и псалмов? Хочется спать, встать, уйти, заняться чем-то другим и тому подобное. Как говорят отцы, молиться-то как кровь проливать. И есть всего два самых тяжелых, трудноподъемных для простого человека дела. Ухаживать с другими людьми и молиться. Человек, который не пытался молиться внимательно, не рассеиваясь умом, сердцем и умом, известна правота этих слов. Насколько сложно помолиться, не думая о своем, не думая о своих земных проблемах, о теле, о том, что было, что будет. Нам кажется, что наша мысль находится в покое, когда мы находимся наедине, в лесу, на природе, дома, в одиночестве, в храме. Нам кажется, вот, сейчас как помолюсь. Начинаешь молиться, ух, рой пчелиный в голове слетает сразу, как осенние листья. Вихрем разносятся при движении ветра. Ты пытаешься словить слова молитвы, а уходят они. Ты, бывает, прочитал всю молитву, а ничего не понял. Ты до конца, ты где-то две-три строчки прочитал, а потом уплыл в какие-то переживания и просто механически прочитал, как какое-то заклинание, которое должно подействовать только потому, что ты прочитал правильные слова на правильном языке. Поэтому молитва – это труд. Раз это труд, в том числе интеллектуальный, мозги немножко устают, и тебе тяжело. Тебя клонят ко сну, ты зеваешь, прямо температура может даже повыситься тело, давление подняться, когда ты вот уже не с 16 лет начинаешь учиться молитвенному деланию. Студенты, наверное, в этом вопросе чувствуют себя несколько полегче, потому что ум привык к постоянному получению новой информации, к запоминанию, к концентрации внимания на лекциях выдающихся преподавателей. И ты уже в результате постоянного опыта, концентрации внимания, и легче относишься к молитвенному деланию. Ещё человек очень уставший физически молится лучше, чем, как мы с вами, проводящие дни в относительной физической неге. Да, может быть, ты там сидишь за компьютером круглые сутки, но тело не устает. Не устает в смысле, конечно, оно устало сидеть на одном месте, и глазки болят, и тяжело даже чем-то думать, но это не тот физический труд, который предполагает синокос, заготовку дров, таскание воды и так далее. Такая настоящая крепкая физическая усталость. Не утомление, а физический труд. Что делать? Что делать? Если ты знаешь наверняка, что ты бедешь домой с работы и ляжешь замертво и читать ничего не будешь, почитай по дороге в метро. Сидя, стоя, главное прочитай ту же кофизмочку, те же вечерние или утренние молитвы. Крестить совсем не обязательно, если вы не хотите привлекать в себя внимание всех. Учите наизусть эти молитвы. Очень хорошая практика, когда просто идешь, ты же не можешь смотреть в телефон, или в книгу идешь и про себя повторяешь эти молитвы. Пусть не все, пусть хотя бы некоторые, 50-й псалом, символ веры, какие-то короткие молитвы из утреннего правила, они легко учатся. А если читать постоянно, то за несколько лет они уже будут на слуху псалмы, какие-то любимые молитвы, вроде молитв оптинских старцев. И когда это станет частью твоей жизни, частью твоего умного делания, тогда будет молиться легче. Можно молиться стоя на коленках, можно прошептывать молитвы, можно вслух молиться. Можно про себя, ничего не прошептывая, в любом темпе. Не обязательно таким речитативом храмовым про себя прочитывать молитвы. Они так читаются в храме для того, чтобы вы не наполнялись чувствами чтеца и его отношением к этих молитвам. Текст должен читаться так, чтобы вы его наполняли собственными чувствами. А дома можете уже поговорить с Господом Богом несколько теплее, несколько эмоциональнее. Это не запрещается. Кто-то на коленках устал, сядь, молись в сидя. Главное, чтобы это было настоящим разговором с Господом Богом. И пусть Господь всем нам ответит, и чтобы действительно Дух Святой молился в нас. И пусть Он утешит нас и поможет нам во всях дни жизни нашей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.